Тяжело, это тяжело. Танцы с бубнами нам делать не приходится, но будет красиво. Просто песня. И поэтому я не боюсь. Пригодилось за все время. Лепестки, ну это вы уже видели. Сейчас мы уже такие прям профессионалы, короче. Итак, всем привет. Мы с вами на канале Строим Дом Своими Руками, а значит сегодня у нас с вами снова какие-то глобальные переделки. Сегодня я приехал пораньше один. Мне нужно сейчас подлить сюда бетонную площадку. Она успеть должна высохнуть еще за пару дней, чтобы мы начали эту работу. Сейчас моя задача все, что здесь есть, скидать в одну кучу. Как-то это все запаковать, чтобы ветром и так далее это все не раскидало. Потому как эта комната у нас будет буквально два дня с открытым проемом находиться. Вы сейчас увидите это буквально в пяти секундах, как я все это дело разбираю. Я думаю вам понравятся кадры. Ну если и не понравится, да нет, вам понравится. Я же буду все это делать быстро и красиво и интересно. Наблюдайте. Как вы уже наверное поняли, в этом выпуске мы будем с вами заниматься установкой французских окон. А вы не задумывались, почему они так называются? Этот термин рожден особенностью французской архитектуры 17 века. Характером климата и желанием связать пространство интерьера с садом. Со временем такие окна стали принадлежностью аристократических городских особняков. Подобные окна получили широкое распространение в различных странах. Но название французские сохранилось. Вечер первого дня. Я специально вечером приехал, чтобы залить. Это все успело подготовиться подсохнуть. Сейчас заливаем раствор. Ну, как всегда, консистенция один к трем. Все просто. Нам необходимо где-то разместить конвектор, поэтому полы мы поднимем на 15 сантиметров. Ребята, как я вам и обещал, сегодня я с помощницей. А мы сегодня вставим окно и в принципе все делаем... У меня голос появился. Все делаем по тому же самому и пути, к которому мы шли. За исключением некоторых нюансов, о которых я буду вдоль дороги рассказывать. И опять же спасибо вашим комментариям, потому что именно они помогли нам понять некоторые детали. Которые очень полезны для установки окон своими руками. Прежде чем устанавливать бочки, нужно запил сделать небольшой, потому что когда спаивают эти углы, там такой нахлест получается. И в общем вы все сами поймете, когда начнете делать. Я его аккуратненько срезаю и вставляю туда бочку. Очень легко она вставляется. Вставляем ее под импосты. Или импосты. Это замыкающие. Вставили и затянули. Да, друзья, по планкам тоже смотрите момент. Видите вот эти загибульки. И вот короче надо вставляешь, когда ее, и надо загибульками вот так хоп. То есть если в другую сторону, она будет заминаться. А вот так, ну это прям банальности, но тем не менее это момент. Еще раз говорю, первую планку ставим 15 сантиметров от угла. И потом каждые 40 сантиметров прогоняем. Самое интересное, когда я сейчас посмотрел наши стены, я понял, что планки-то вообще ставить здесь не нужно. У нас же стены-то бетонные. В этих местах у меня находятся армоколонны, которые держат отлично периметр. Поэтому тут вообще планки не нужны. Мы здесь сделаем на оконный анкер. Как я только этот анкер не обзывал еще. Сверлить отверстия для нагеля или анкера лучше с внешней стороны. Таким образом вы не попортите прижимную резинку. Это тоже очень полезный совет. Воспользуйтесь им, когда будете устанавливать свои окна. Снаружи. Совершенно не бойтесь сделать отверстия в профиле. На самом деле есть такой момент. Многие думают, что продырявив профиль, окна будут потеть и они будут скапливать влагу. На самом деле это все вранье, потому что мы сейчас с вами даже посмотрим. В каждом профиле есть такие, как у меня жена называет, плистоки. На самом деле этот плисток, он прям имеет сквозное отверстие с профилем рамы. Просто насквозь. Делая отверстие в профиле, мы никоим образом его не портим. Будьте уверены. Решили, что наклеивать ПСУЛ ленту лучше и надежнее с обеих сторон каждого соединения. На этот раз мы решили воспользоваться армированным крутым профилем, который, я не знаю, как он называется в простонародье, но он хорошо будет держать перемычку такого большого проема. Также для того, чтобы это все установить, в прошлый раз мы не убирали вот эту пленку. Это неправильно. Ее надо убрать сразу. У вас не будет потом проблем. Проблем с выдергиванием из-под профиля. Я сразу просверлился здесь отверстие, для того, чтобы просто сейчас стянуть сюда саморезы с буром. В дальнейшем, когда будем устанавливать вторую фрамугу, мне придется уже сверлиться с красивой стороны. А с красивой стороны вся беда в том, что у нас здесь будут открывающиеся проемы, и это будет видно, вот эти саморезики. Поэтому хотя бы с одной стороны я сделаю так, что их не будет видно. Вот такие. По-моему, пятерка. И, по-моему, нам будет их достаточно. Вот их мы и будем сейчас фиксировать. Отстреливаем лучом лазера уровень верхнего карниза и отпиливаем лишнее. Какой же шикарный вид будет из нашей комнаты. Хоть и погода портится, но строение на высоте. Оставили на раме наклейки только по периметру, для того, чтобы потом было удобнее промазать гидроизоляционным герметиком. Денис заделывает все ниши в фальш-колонне. Без стекла пакет не такой уж и тяжелый. Ставить его одно удовольствие, а ведь мы боялись этого момента. Дальше все стандартно. Выставляем раму по уровню, бурим отверстия, вгоняем анкера, проливаем водой для лучшей полимеризации пены. И, как обычно, заполняем проем пеной. Под любимую музыку работать одно удовольствие. В прошлый раз я вам рассказывал, как псул клеить с двух сторон, чтобы это все не продувалось и было замечательно. Ну, рассказывала моя жена, у меня не было голоса, у меня сейчас он не до конца вернулся. Ну, так вот, мы сегодня попали в такую передрягу. Суть какая? У нас нет псула, но нам нужно сделать дверь. Поэтому мы берем просто пистолет с монтажной пеной и делаем два небольших нанесения. Но самое важное, не приклеивайте кроватку сразу. Кроватка – это вот эта планка. Сразу ее приклеивать не стоит. Теперь мы должны дать монтажной пене выстояться около примерно 10 минут, чтобы она перестала клеиться к пальцу. После того, как она схватится, мы еще раз пройдем небольшим слоем для того, чтобы она размягчилась и оденем кроватку. Объясняю суть. Если мы оденем ее сейчас, то с места, где она отойдет, эта пена придавится и она уже не будет так работать. А если мы оденем ее через 10 минут, то она уже будет иметь свойство теплоизоляции. В прошлом видосе не вошло главное, как мы эти профиля соединяли, в общем. Сейчас я вам показываю. Ну, мы уже начали это соединение, у нас уже все удалось. По настроению моему видно, что я рад, потому что это реально сложная штука. Но объясню вам в двух словах, как это делается с самого начала. Вы берете с самого верха, зажимаете струбциной, потом берете кияночку, кияночку и начинаете это соединять. Обязательно не забудьте сначала проклеить это все псулом. Ну, или, как я вас сегодня научил, монтажной пеной. То есть, одним словом, теперь танца с бубнами нам делать не приходится, потому что мы научились соединять кроватку с профилем. Другими словами, смотрите, мы берем, соединяем, берем киянку. Все шикарно. Танец победителя. День прошел очень даже продуктивно. Энергии еще вагон. Осталось установить стекла в пакеты и можно немного отдохнуть. По-моему, я нашел себе идеального напарника. Как вы насчет того, чтобы Женя участвовал во всех наших дальнейших выпусках? А, друзья, еще вопрос скажите. По бокам у нас, ну, черные ставятся и ставятся вот такие 42-е. По бокам они обязательно тоже нужны или не принципиально? Вот вопрос. Вот подскажите, а? Опа. Они вот эти вываливаются местами. Их прям не хочется ставить. Пользуясь моментом, хочу напомнить, что в середине июля наши пчелки принесут свежий алтайский медок. Но для тех, кто хочет попробовать это лакомство сегодня, у нас шикарная новость. Еще осталось 3 баночки по 5 килограмм и несколько банок по 1,5 килограмма. Пишите, отправим с удовольствием. Цена за килограмм всего 250 рублей. Наши контакты в описании под видео. Ну, сейчас новое утро, по моим глазам, в принципе, видно. Я хочу похвастаться тем, что мы сделали вчера это окно. Сделали окно в той комнате. Я сам в шоке от того, сколько работ мы провели. Вот это окно, ну, вы его видели в кадрах частично, а то я уже не снимал в конце. Ставили рамы, все запенили, все пропенили, все здорово. Сегодня у меня грандиозные планы за день сделать два окна вот в этой комнате. И очень хотелось бы еще вот в этой комнатке сделать вот эти два окна. Ну, вы заметили, да, видос я начинал в шортах, а сейчас я одет в кофте и сейчас только без рукавку снял. Такой просто морозец хороший, дождик прошел. Но если учесть, что в России везде снег выпал, то у нас просто шикарно. Сейчас я выламываю эти рамы, вы наблюдаете, я вам рассказываю какие-то новые фишечки. Согласитесь, уже вот за этот видос, он вроде небольшой, но уже парочка новых таких фишечек появилось, которые я приобрел за время монтажей. Они полезные, кстати. Мне сегодня также помогает жена, теперь она мне помогает всегда на стройке, потому что у нас теперь здесь комфортно жить, комфортно приезжать сюда с детьми и в дальнейшем переехать сюда жить вообще полностью. Но пока отопление не сделаем, конечно, не можем. Ладно, все, меньше болтологии, больше работы. Поехали, ломаю это окно. Так, ребята, хочу показать вам одну главную тему. Смотрите, при неправильном запенивании вы можете попасть вот на такие свищи. Это прям беда. И вот это ни в коем случае нельзя оставлять. И вот свищ, видите? Обычно такое происходит, если пена шла большим сразу потоком. Поэтому, конечно же, это надо все спасать. И если у вас есть какие-то внутренние свищи, их видно на просвечивание, то лучше вскрыть этот момент и подремонтировать. Как обычно, почему я не волнуюсь? Потому что, друзья, с этой стороны у нас будет утепление, которое будет заходить даже на раму немножко. Поэтому, когда мы вот здесь минвату поставим, мы какую-то часть даже здесь займем. Это будет очень защищенный слой. И это будет везде у меня так, по всему дому. Поэтому мы не волнуем. Птички у нас там вытаскивают минвату. Ну, мы пока тоже за это не волнуемся. Мы вообще не волнуемся никогда. Смотри, вообще здесь, смотри, побрызаные. Потому что, что волноваться, да. Мы это все равно... Просто дойдем, когда до этого момента, мы это подремонтируем. А птички, они... Они тоже разбираются в современных инженерных реалиях. Они тоже знают, с какого материала лучше строить. Я закрою до вечера. Так, что у нас еще? Еще вот здесь. Вот это и поставим на заставку к видосу. Слушайте, может это, конечно, выглядит не совсем правильно, как я это делаю. Но я решил вот таким ювелирным способом косячки все и исправить. Сейчас мы это все еще грунтовочкой пройдем, герметиком. Герметиком, не грунтовкой. И будет прям вкуснятина. Здесь не получается вставлять анкера оконные, потому что у нас там, вот видите, после вот этой границы идет экструдированный пенополистирол. Если я сделаю сквозное, то я попаду как раз в него. Поэтому оптимальный вариант здесь у меня использовать... У меня... Здесь для меня использовать вот такие пластинки. Я сейчас отогнул, поставил отметки, где я буду перфорировать, и в эти места я их загоню. Это я показываю второй вариант системы крепления. Также здесь я на геля вкидываю, и плюс, ну, когда устанавливал, вставил такие саморезики. Очень хорошо все держит, даже если вы сейчас посмотрите, уже окно, его уже никуда не деть. То есть оно уже классно стоит. Но когда мы еще вот это сейчас разопрем вверх, это будет просто крепко. Ну, а монтажная пена все это дело еще зафиксирует дополнительно. Поэтому, друзья, те, кто говорит, что можно установить только на монтажную пену, конечно же, это, ну, не совсем правильно. Я считаю, что оптимальный вариант, это совокупность анкеров, нагелей, лепестков и пены. Вот все вместе держит окна просто замечательно. А самое главное, что я хотел донести, свою мысль, это то, что все это делать очень-очень-очень просто. Пригодилось за все время. Лепестки, ну, это вы уже видели. Дальше были использованы нагеля, 182. Я бы вообще взял 200, и очень хорошо бы тоже, наверное, закрепились. Вчера начали заходить очень хорошо вот такие грибки. Они у меня идут как раз в бетон. Там, где лепестком чередуется, надо взять будет еще это сечение 10х80. Советую их брать, они пригодятся. И также я брал еще оконные анкера 10х202. Но они сильно не зашли. Ну, долго бурить. Нестующая тема. Не нужна она особо. Вот такие. Это для того, чтобы первоначально закрепить лепесток к стене. Когда вы лепесток пристреляли, поставили, очень удобно на него сначала зафиксироваться, а потом еще нагель загнать. Ну, вот в принципе, что могу сказать по второму этажу. Так, пойдем посмотрим, что у меня там супруга делает. Стекла выставляете на пенополистирольные подставки, и все это классно держится. Старые окна сегодня вот отдаем бесплатно по акции. Так, Евгения, дорогая моя. В прошлом видео, кстати, очень многие писали, что за тебя волновались. Ты была на первом этаже, могла упасть сегодня. Сегодня, чтобы вы понимали, лететь дальше. Но она аккуратна. Она вообще высоты не боится. Молодец. Кстати, друзья, кто не смотрел первый видос, ну, как бы, давайте вот по этой ссылочке вы посмотрите первую часть. Там, когда мы только начинали и только учились. А сейчас мы уже такие прям профессионалы, короче. Ушло у нас 4 ведра гидроизоляции и пароизоляции. То есть, 2 гидра, 2 пара. Это ушло. Потом псула. У нас даже немного не хватило. И я вас сегодня в видео показывал, как вот эту кроватку устанавливать без псула. То есть, с одной стороны у нас псул был, с другой стороны мы использовали пену, потому что псула уже не хватало. Вот. Это из добора, из дополнительного. Кстати, на эти окна я купил 3 упаковки по 12 банок пены. И вот сегодня я еще не открыл вторую упаковку. То есть, короче, 2 упаковочки у меня еще. Ну, у меня еще двери установка, еще кровлю пенить, поэтому пена уйдет нормально. То есть, упаковка пены, по сути, нам хватило 12 штучек на то, чтобы эти окна установить. Но, наверное, из-за того, что правильно рассчитан был зазор, и у нас не так уж и много здесь проблем. Мы же еще не показывали вам, как устанавливать форматуру. Хотя, на самом деле, тут ничего сложного совершенно нет. Берем ручки, убираем с них вот эти черные штучки, ручки, штучки. И, собственно говоря, вставляем. Вставили. У нас окно сейчас полностью открыто. Это, по-моему, средний режим, да? Значит, он должен был быть вот так. Вот. Теперь окно закрыто, а так окно на проветривание. Вот. Поэтому, если у вас окно открыто, а оно у вас будет открыто, если вы только что установили формугу, ставите в это положение, опускаете вниз. Но это банальности, которые, в принципе, понятны любому. Теперь поворачиваем вот эту защелку на бок. Что хотел сказать влажно. Когда запениваете, важный момент. Проходите сначала новым баллоном в верхнюю часть. И потом, уже когда он будет чуть попустее, посвободнее, уже проходите бока и вниз. Ну и то, что проходить надо обязательно в два-три слоя, это понятно. Чтоб не было свещей. Свещи я вам сегодня показывал. Да, еще момент. На первом этаже мы сделали неделю назад. И уже в некоторых местах пена начала желтеть. То есть мы грунтовочкой прошли, а он недостаточно жирным слоем. И вот в этих местах он начал желтеть. Я еще думаю, знаешь, почему там поплыл? Потому что это была жара, и он не успевал, видимо, схватываться. И просто или стекал, или вот от жары. Ну да, было плюс 30, вообще было жарко очень в тот день. Потому что, видно, я там мазала прям слой ровный с окном, а сейчас он как будто провалился туда вот как внутрь. Мы поставили окна на двух этажах всего за 4 рабочих дня. То есть, ну, на той неделе мы за 2 дня поставили. Первый этаж мы вообще за день сделали, и потом... Второй день мы просто так доделывали. Ну, нет, второй день мы поставили марш. Да, да, лестничный пролет. Вот за вот вторую серию, которую вы сегодня смотрите, мы поставили 2 француза и чердак. Это за один день. А сегодня вот эту комнату и ванную с туалетом вы сейчас видели. Ванну вообще я один ставил, там проблем нет. Осталось сейчас ее подрезать, и все, и готово. Сейчас мы в этой комнате вставляем стекло. Я очень рад был вас сегодня видеть, и вы меня тоже, надеюсь. Подписывайтесь на наш канал. Если вы кому-то посоветуете этот видос, это будет просто замечательно, потому что, ну, чем больше наше сообщество и наша команда, тем, мне кажется, прикольней. Так что, ребят, давайте делайте репосты, ставьте лайки. Ну, там, можете поставить кто-то колокольчик. Колокольчик поставьте. Прям дзынь в колокольчик, и все новые видео будут приходить вам первыми. Это прикольно, мне кажется. Ну, все, до скорой встречи. Мы радуем. И, кстати, скорее всего, теперь в каждом видосе Евгения, моя любимая жена, будет пахать на благо нашего канала и нашей стройки. Все, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok